Библейский портал экзегет.ру представляет 18 глава первой книги «Царей» или «Царств» в моем переводе для библейского портала «Экзегет». Но предыдущая, 17-я, самая известная история про Давида, он победил Голиафа. И все, конечно, помнят, как это было. Могучий воин Голиаф оказался неуклюжим, неповоротливым. Давид ему попал из прощи прямо в лоб, его сразил. Но история не про то, что иногда маленький партизан побеждает хорошо вооруженного спецназовца, а скорее про то, что Давид с Богом, и Давид идет на войну с Богом как с знаменем, с оружием, с тем, кто его охраняет, а Голиаф надеется на свою силу. Но еще интересная особенность, что в этой 17-й главе повествование идет как бы на двух уровнях. На внешнем, таком очень понятном и простом, сражаются два воина, в результате один народ одерживает победу над другим. А на глубинном уровне Давид, по сути дела, говорит настоящий царь Израиль, это я. Саул не справился со своей обязанностью, он не вышел на бой с Голиафом, он не повел за собой воинство, но я занял его место, потому что Саул не справился, не потому что я такой крутой и хочу всем понравиться, а потому что вот место оказалось пустым, и его надо было занять. А что же из этого следует? Я напомню, что в 17-й главе Давид перед тем, как выйти на бой, спрашивает, а что будет тому, кто победит Голиаф? Ему говорят, ну, царь ему даст Джону свою дочь и освободит от налогов. Ну, конечно, стать зятем царя большая честь, и, наверное, дочь у него красивая. 18-е. После этого разговора Давида с Саулом, а выяснилось, кто такой Давид, кто такой Саул, мы уже знаем. Йонатан, а это сын Саула, его старший сын и, собственно, его первый помощник. Мы читали о том, как Йонатан побеждал филистимлен, как он там мощным ударом прямо обратил бегство, весь филистимский лагерь. Йонатан всей душой привязался к Давиду и полюбил его, как собственную душу. Да, Йонатан такой боевой парень, ему нравится иметь друга такого же. Саул в тот день оставил Давида при себе, не позволив его вернуться к отцу, а Йонатан заключил с ним союз, потому что полюбил его, как собственную душу. Йонатан снял свое деяние и передал их Давиду и платье, и меч, и лук, и даже пояс. Еще раз символически подчеркивается, следующим царем будет Давид. Он уже царь, просто об этом еще никто не знает. Йонатан снимает с себя одежду царевича, оружие царевича, оружие наследника, отдает Давида и говорит, ты наследник. Куда бы ни посылал его, Давида, Саул, все удавалось Давиду, так что Саул поставил его над воинами, и это понравилось всему народу, как и слугам Саула. И роль у него становится уже царская, да? Фактически Давид становится царем задолго до того, как он им становится официально. Когда возвращались они после победы Давида над Ферестимениным, выходили навстречу Саулу женщины из всех селений израильских с радостным пением и плясками, ну, празднуют победу, конечно, с бубными и струнными инструментами. Эти женщины распевали в хороводах. Саул поразил тысячи, Давид десятки тысяч. Очень не понравилось это Саулу, и сказал он, с обидой Давиду засчитали десятки тысяч, а мне тысячи, лишь царство ему теперь не достает. Саул начинает догадываться, да, что фактически царь теперь уже не он. И Саул стал относиться к Давиду с подозрением с того самого дня и впредь. Вот прекрасный пример того, как человек, оказавшись недостойным своего положения, завидует и преследует того, кто достоин, того, кто его сменит. Потому что он же царь, он не хочет, чтобы Давид был на его месте. И дальше история, которая знакома, да, на Саула периодически нисходит злой дух, потому что дух Божий его оставил, как сообщает нам переставатель. На следующий же день злой дух по воле Бога сошел на Саула, и тот безумствовал в своем доме. Какой-то припадок, очевидно. А Давид играл для него на лире, как делал изо дня в день. Давида, собственно, и пригласили в 16 главе ровно для этого. В руке у Саула было копье. Саул метнул копье, решив пригвоздить Давида к стене, но тот дважды уклонился. Дважды, смотрите. То есть он сделал это один раз, а потом еще повторил. И стал Саул опасаться Давида, потому что с ним был Господь. А Саул он оставил. Тогда Саул удалил его от себя и поставил во главе тысячи воинов. Так что теперь он всегда был на виду у народа. Он не хочет его держать при себе, но не хочет и отсылать, чтобы тот не смог, скажем так, поднять мятеж, собрать вокруг себя сторонников. А вот он генерал, тысячи воинов ему подчиняется, полком командует каким-то. И подчиненный человек все видят, как он поступает, что он делает. Поэтому относительно безопасен. На всех своих путях преуспевал Давид, и Господь был с ним. Увидел Саул, как преуспевает Давид, и стал опасаться его. А весь израилеводы любили Давида, потому что он всегда был у них на виду. И вот тоже интересно, Саул что не делает, все равно популярность Давида растет, потому что она основана не на пиар-технологиях, как сегодня бы это могло быть. Она основана на том, что человек действительно делает. Ну и, кстати, про дочку вспомнили. Сказал Саул Давиду, вот моя старшая дочь Мирав, я отдам ее тебе в жены, только будь у меня могучим воином, веди воины Господни. Саул рассуждал так, пусть он падет не от моей руки, но от руки филистимлен. Ну, понятно, да, отправить на войну, чтобы он погиб. Но Давид ответил Саулу, да кто я такой, что особенного в моей жизни, или чем славен род отца моего в Израиле, чтобы мне стать зятем царя. И когда настало время выдать Мирав за Давида, ее выдали замуж за Адриэля из Мелхолы. То есть он отказался от царской чести. Вот можно задуматься, почему, что ему не понравилась она, или он не хотел слишком близко быть к царю, не хотел себя привязывать. Подождем с выводами. Но Давида полюбила Михаль, другая дочь Саула, и когда об этом сообщили Саулу, то это понравилось ему. Саул решил выдать ее за него, чтобы она стала ему ловушкой и падет над руки филистимлен. А Давиду Саул сказал, ты все же станешь моим зятем, хоть и через другую мою дочь. Интересно, что вот, наверное, единственный пример во всем Ветхом Завете, а может быть во всей Библии, когда женщина, девушка выбирает себе жениха, и его особо не спрашивают, кстати. То есть, ну, царевна решила, да, куда деваться. А слугам своим Саул повелел тайно говорить Давиду, мол, он угоден царю и всем, и любим всеми его слугами, так что быть ему зятем царя. Слуги Саула говорили все это Давиду, но Давид отвечал, пустяк ли это, по-вашему, породнится с царем, а ведь я беден и незнатен. Так что слуги Саула пересказали ему, как отвечал Давид. Давид по-прежнему отказывается. Я думаю, что дело не в том, что ему не понравилась одна девушка, а понравилась другая, вполне обычная история. Скорее дело в том, что Давид понимает, насколько опасно быть рядом с царем, что это обжигает, что вот этот брак, он будет скорее ловушкой, скорее опасностью, чем почесть. И он, собственно, на это и обращает внимание окружающих. А Саул велел передать Давиду так. Не угоден царю никакой свадебный дар. А между прочим, Саул это может понимать так. Я беден и незнатен. То есть я не могу принести выкуп за невесту, достойный царя. В древности, сейчас уже практически нигде, может быть, где-то на востоке, но в древности жених выкупал как бы свою невесту у ее отца. Он делал богатый подарок. Саул это понял так. Ну, Давид человек не богатый, он царю ничего подарить такого не может. Он из-за этого отказывается. Он говорит, а ладно, не в деньгах счастья. Не угоден царю никакой свадебный дар, кроме обрезанной крайней плоти ста ферестимленов. Отпущение врагам царя. Что это за фокусы такие? А все очень понятно, да. Ферестимлены не обрезаны. Вот то, что делали израильтяне. Да, в общем-то, почти все народы Ближнего Востока ферестимлены не делали. Они не обрезали крайнюю плоть. И это вот отличительный признак. Поэтому обрезать ферестимлен, ну, а как можно обрезать человека, который не хочет этого? Вообще не собирается. Ну, убить его сначала, видимо, да? Или там связать крепко. И фактически, что говорит Саул? Пойди и убей ста ферестимлен и принеси мне доказательства. Впоследствии в истории это будет обычной такой практикой, когда там отрезали уши или носы и приносили как доказательство, что убили, да, человека. Не было тогда более прогрессивных, с точки зрения техники, способов зарегистрировать смерть нежелательных элементов. Так Саул замыслил погубить Давида руками ферестимлен. Ну, понятно, чтобы убить сту ферестимлен, надо сильно рисковать. И тогда слуги пересказали это Давида. Ему понравилась мысль стать зятем царя. Вот как интересно. Давид принимает вызов. Да? Давиду просто так вот породниться с царем неинтересно. Просто так взять Джона красивую девушку. Ну, мало ли, и другие есть. А вот на слабо его Саул взял, да? Слабо тебе пойти и сто ферестимлен сразить? Да не вопрос. И прежде чем подошло время, Давид со своими людьми отправился в поход и поразил 200 ферестимлен. Да? Перевыполнил план двое. Их обрезанную крайнюю плоть сколько ни было. Давид принес царю как подарок от будущего зятя. И Саул выдал за него Михаил свою дочь. Ничего подарочек, да? Но раз договорились, надо исполнять. То есть Саул оказывается все время в дураках. Видел Саул и знал, что Господь с Давидом и дочь Саула Михаил любила его. И стал Саул еще больше опасаться Давида и был к нему постоянно враждебен. Но стоило только ферестимленам выйти на войну, когда Давид сражался успешнее всех прочих слуг Саула и прославилось имя его. Вот зарождается конфликт, описанию которого будет посвящена большая часть оставшейся первой книги царей, начиная с 19 главы. Продолжение следует... Продолжение следует...